еще часто бывает к сожалению проходишь по кладбищам видишь она вроде бы как мусульманское кладбище но некоторые ставят портреты покойника фотографию это канонически запрещено или бывает какие-то дорогие памятники черчур сделают тем самым думают родственники что ему это в пользу что этому чем-то поможет ничего это не поможет лучше бы эти деньги сохранить и чтобы черчур такой дорогой камень не ставит эти деньги от его имени садака дать бедным нуждающимся вот это будет для него польза а в этом все ему дуня ему не интересно ему не интересно ничего с этой жизнью она ему у него как больше что благ до него дошло что касательно фотографии изображения проб мухаммад саллаху алейхи саллах запретил ляна аллах проклинает всех кто делает изображение поэтому субханаллах это кроме ему пользу никакой не принесет покойному и может принести даже вред поэтому если бы он стал бы из могилы он бы запретил бы это делать поэтому уважаем братья и сестры это как напоминание да конечно мы все любим своих близких кто-то потерял отца кто-то брата кто-то потерял ребенка свою и хочет сделать все красиво и оформить этот памятник сделать там фотографию но фотографии в шариате в исламе запрещено это ставить на могилы поэтому чем меньше камень чем проще тем это лучше будет для покойного и для того кто похоронил своего близкого человека и это не означает что он его боль меньше любит он наоборот альхамдулю мы хотим принести благо для него чтобы было благо там в могиле поэтому мы должны делать так и оформлять и хранить так как повелел нам тот кто сотворил эту землю в которую мы вернемся всевышний аллах субханного та'аля сказал мина халакна кум вафи хану аиду кум помина хриджу кум таракан ухра из нее его сотворил в нее я вас и верну из нее я вас заново воскрешу в зену суда салаллаху аля на бина мухаммад ва али и сахаби и субхан